Мы называем это место домиком феи, но на самом деле это сторожевой пост того ученого кота, который вы видели. Он сюда часто залазит, это его любимое место. Он садится вот здесь на перила и смотрит вот туда, на север, не скачет ли печенек. Каждая экскурсия по Лукоморью для Сергея всегда что-то новое. Он водит группы по разным маршрутам, но каждый раз про сказочные фигуры туристы узнают что-то новое. Здесь и рязанский богатырь Илья Муромец из Муромо-Рязанского княжества, как защитник территорий, так и сказочная Настенька из Альникова Цветочка, так похожая на настоящую. Вот это настоящий мастер, он делает долго, но делает так, что его фигуры выглядят совершенно как живые. Многие люди, которые сюда попадают, они даже подходят, так трогают руками, говорят, неужели это из дерева? Да, это из дерева. Посмотрите, какая красота, это совершенно живой человек. А появилось все это по инициативе местных жителей. Сергей Филатов точно знает, что Солодча носила звание русской Венеции еще до революции. Былую красоту местным жителям захотелось вернуть. Так и появились здесь Аленушка, Иванушка, богатыри и вполне реальная часть узкоколейки, по которой ездил на учебу сам Сергей Есенин. Люди называют это место музеем. Всегда надо как-то назвать какое-то новое явление, которое ты видишь. Люди назвали музеем. Мы это музеем никогда не называли, но если людям нравится такое название, это не музей в том смысле, что здесь нет какой-то мумифицированной истории или какой-то постоянной экспозиции. Это место живое, мы его все время преобразовываем, меняем. Свою роль в появлении экскурсии сыграла и пандемия. Недалеко расположен госпиталь ветеранов войн, и на прогулке люди как-то раз забрели сюда, в сказочное место. Стали расспрашивать Сергея, у которого тут офис. Мужчина провел посетителям небольшую экскурсию. Потом люди стали приходить чаще. Групп появилось так много, что пришлось повесить расписание экскурсий. Каждая проходит по своему уникальному маршруту, где сказка соприкасается с реальностью. Это у нас уже персонаж несказочный. Что это за скульптура? Это медведь, символ России, символ Руси заповедной. Вырезал его солочинский мастер Александр. Это такой медвежий угол, который медведь охраняет. У нас здесь гости иногда, которые гуляют по этим местам, которые здесь раньше никогда не были, когда в сумерках натыкаются, даже иногда пугаются. Потому что, посмотрите, он как живой в натуральную величину. Но не надо его пугаться, и он добрый. Пройдя по сказочным тропам, мимо богатырей и чудовищ понимаешь, что былая красота русской Венеции возвращается в Рязанские леса, говорят местные жители. А что еще нужно, когда сказка у вас прямо под боком? Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город».